Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Она дополняется отдельной приоритетной подотраслью развития личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане, применяющие режим налога на профессиональный доход. Отделение Русского географического общества в Карачаево-Черкесии образовано в 1996 году. Компании, работающие в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, постоянно приглашают сотрудников отделения в качестве экспертов по экологическим, геолого-разведочным и горнодобывающим вопросам. При строительстве в горных условиях. Ежегодно проходят высокогорные экспедиции, где ведется эколого-географический мониторинг горных районов Карачаево-Черкесии. Результатом экспедиции является комплексная оценка природной среды. В КЧГУ прошло отчетно-выборное собрание Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. Репортаж Аллы Динаевой. На естественно-географическом факультете КЧГУ имени Умара Алиева на отчетно-выборное собрание собрались члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества. Но из-за эпидемиологической ситуации присутствовали не все, но достаточное количество людей, чтобы провести заседание. Всем перезвонили, с ними переговорили. Они говорят, вот как вы будете решать, мы полностью с вами согласны. На повестке избраний председателя, членов Совета и ревизионной комиссии Регионального отделения Русского географического общества и другие важные вопросы. На должность председателя предложили переизбрать действующего руководителя, доктора географических наук Вячеслава Анищенко. Отделение Русского географического общества делает очень много полезного, нужного. Возглавляет его очень уникальный человек. Его уникальность проявляется в разных сферах. Он прекрасный педагог, ученый, обладает высоким уровнем профессионализма. Собравшиеся единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Валентиновича. Определили на заседании членов Совета и ревизионной комиссии. Доктор технических наук Валерий Кочетов стоял у истоков создания Карачаево-Черкесского отделения РГУ. На собрании он избран членом Совета. Валерий Сергеевич говорит, да, сейчас можно быстро облететь всю планету на самолете, все посмотреть. И мир уже хорошо исследован, но... Можно запросто поехать в Африку, на Гималайи, посмотреть Европу. Казалось бы, все географические открытия сделаны, но нет еще очень много таких маленьких. Можно еще и опускаться под землю. Не все вершины еще покорены. Да, самые высокие уже, так сказать, покорены. Но это очень интересное занятие, особенно то, что связано с экологией, с охранением животного и растительного мира. Это, конечно, сегодня задача номер один. Потому что у нас общество потребления, мы настали... Ну, все знают проблему мусора. Вот за мусоренность нашей Карачаево-Черкесии, которая была ранее, так сказать, самым экологичным в России, однозначно районом. А сейчас, если мы посмотрим фотографии со спутников, то могут уже возникать сомнения. Если мы, допустим, обратимся к Африке, допустим, Килиманджаро, наиболее посещаемые там страны, это вот район, так сказать, Килиманджаро и, конечно, Кения. То есть это национальные парки. Там, ну, буквально ни одна туристическая группа без гида-проводника не может пройти. То есть там налажена система отбора мусора, значит, охраны, значит, народ. Все это очень хорошо отлажено. Притом, допустим, в Непале это решением короля. Все, так сказать, сделано. То есть просто это нельзя. Вот нам, видимо, придется идти по этому пути. Это подготовка кадров соответствующих, это воспитание в школах. То есть, ну, нельзя столько мусора оставлять, сколько мы сегодня оставляем. Валерий Сергеевич – выпускник Бауманки, где была самая мощная альпинистская секция в Советском Союзе, в которой он занимался и стал кандидатом в мастера спорта. Я родился в Тиберде в горах, значит, и как бы сам Бог велел этим заниматься, поскольку вокруг, значит, инструкторами я начинал работать, инструктором на турбазе Тибердинской. Ну, как бы это пошло вот так. Значит, ну, потом увлечение переросло уже как бы в спортивный разряд. Вот это соревнование, нужно брать вершину, вот пик коммунизма, Южная Стена – это последнее непройденное восхождение. Ну, на Эльбрусе я был больше десятка раз, все пятитысячники на Кавказе. Ну, потом эти травмы, конечно, уже на Алтай, значит, Тяньшань. Все это там везде я был. Главными задачами Карачева-Черкесского отделения РГО, как и прежде, являются поддержка общественных инициатив в изучении географических закономерностей, проведение научно-исследовательских работ и формирование экологической культуры. Мы поняли, что нам удалось сделать, что нам не удалось сделать, на чем нам нужно в перспективе акцентировать внимание в плане развития нашего географического общества, в плане развития общества вместе с процветанием нашей республики. Сегодняшнее собрание, конечно, показало, что вот зрелость наших членов географического общества, способность решать вопросы, ну, конечно, немножко нам еще надо подтянуть образовательный аспект, для того, чтобы наша молодежь, она знала законы природы, знала, умела сохранять природу, эксплуатируя ее разумно, с целью повышения ее продуктивности, качества, его, значит, привлекательности. Ежегодно географическим обществом проводятся и высокогорные экспедиции. Нигде мы так не чувствуем изменения, происходящие в природной среде, как в высокогорьях. На примере ледников, на примере динамики ландшафтов, на примере поведения животных, их миграционных путей. Вот эти вот явления, вся эта информация нам необходима для того, чтобы мы могли контролировать состояние Карачаева-Черкесии, чтобы мы могли эксплуатировать ее, не забывать о том, что это то гнездо, которое мы должны беречь. Новое освоение природных ресурсов, особенно в горных территориях, в прибрежных зонах откладывает отпечаток на санитарное состояние рек, лесных массивов. Нужно осваивать земельные территории, улучшать качество жизни, создавать рабочие места, но это не должно отражаться на целостности, на закрытости природных экосистем, говорит Вячеслав Анищенко. Аладинаева Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. Одним из главных приоритетов всегда считалось сохранение наследия предков и патриотическое воспитание подрастающего поколения. И именно этому посвящает свою работу Карачаева-Черкесское региональное общество «Царь-город». О том, какие проекты реализовало в 2021 году общество и в чем уникальность общества, на эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии, моей соведущей ответит руководитель «Царь-города» Денис Труговцов. Доброе утро всем. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Тема у нас, скажем, такая серьезная. Она касается наших корней, наших истоков, то, от чего и из чего состоит народ. В вашем случае это казачество. Я думаю, что никогда не будут лишним подрастающему поколению об этом напоминать, о своих корнях. Вы для этого делаете очень много. Я знаю, что вы являетесь руководителем регионального общества «Царь-Град» организации. Также вы эксперт... Общероссийского народного фронта. Да, народного фронта. Хотелось бы у вас, конечно, спросить про «Царь-Град». Такое название красивое. Чем занимается ваша организация? Какие проекты вы реализуете? Когда вы образовались? Расскажите. Региональное отделение «Царь-Град» в Карачаево-Черкесии я руководителем стал с 2019 года. То есть, полных уже два года. Вы уже все сказали. Принцип нашей организации. Мы занимаемся историческим просвещением, историей. То есть, это какое-то широкое понятие, а более конкретное это мероприятия, выезды различные у нас бывают, памятникам истории, культуры, конференции, заседания, проекты. Также мы реализуем проекты. В 2021 году какие проекты вы реализовали? Ну, основной, так как времени у нас мало, поверьте, сколько бы его не было, у нас деятельность такая, я могу рассказывать, бесперерывно. Потому что «Царь-Град» Карачаево-Черкесии – это рабочий орган. Мы работаем. Мы не просто находимся где-то учтены для галочки. Мы работаем. И я бы уделил внимание сегодня основному проекту 2021 года. Это «Музей истории церкви и казачества». Это с моей точки зрения, да и не только, наверное, с моей, я сейчас назову яркие моменты, почему он интересен. Это интересный проект, он необычный проект. И сначала я хотел бы рассказать, откуда это взялось. В Черкесске, в Никольском соборе, 27 сентября 2020 года прошло первое чтение об Этолпашинске прошло, это конференция, историческая конференция. И вот от духовенства Никольского собора отца Сергия Кузнецова последовало предложение о совместной деятельности. Уже вы слышите, да, совместный проект. «Музей истории церкви и казачества» – это совместный проект. Мы находимся на территории, размещаемся в храме на территории Никольского собора. И там есть церковная часть экспозиции, и есть экспозиция, посвященная казачеству. Царьград занимается всем тоже, как и вот духовенство. Но в чем здесь еще изюминка? В том, что вот я ищу и не нахожу. Музеи в истории церкви достаточное количество на юге, и не только на юге по всей России. Музеи в казачество тоже достаточно. Казаки территориально расположены не только на юге России. Они по всей России расположены. А чтобы вместе вот такая вот получилась, вот совокупность, такого музея нет. Вторая… Вообще нигде нет. Вообще, по моим данным, нет. Вот если… Вы уникальны. Да, если кто-то услышит, и… Ну, я обычно как журналист употребляю по моему мнению, чтобы оставить какой-то момент на то, чтобы не сделать себя неправым. Ну, я если услышу где-то, я возьму, намотаю себе на ус. Второй или третий уже момент, то, что наш музей является народным. Мы не профессиональные какие-то работники, у нас есть основные работы, но желание сохранить исторические и культурные ценности превалирует. И наша работа строится на этом. Допустим, приносят экспонат, я его привожу в порядок, размещаю. Начиная от того, что где-то что-то просверлить, и, вернее, заканчивая этим, чтобы его разместить, и поиск экспонатов. Вот это тоже важный момент. Где вы их находите? Мы используем, и несмотря на то, что музейная такая деятельность, она такая, корни, народ, да, но я употреблю такое, маркетинговые понятия используем. Я в социальных сетях распространяю информацию, что открылся такой музей. С помощью СМИ тоже самое, и ВГТРК участвовало в этом. И мы даем людям шанс оставить что-то после себя. То есть многие говорят, вот да, мы такие, мы хорошие, вот мы чтим. А вот знаете, такое расхожее мнение, что патриотизм – это не слова, это действия какие-то. И вот мы даем людям шанс проявить какое-то действие. Кто-то принесет что-то, кто-то больше примет участие, еще через кого-то что-то найдет. И мы еще размещаем наши экспонаты, то есть кто-то может в дар полностью передать музею. Может на год, на какую-то выставку, если там дорогое что-то, семье дорогое, они не могут, но и они хотят, чтобы показали. Мы берем это, некоторые полностью у нас на хранении находятся экспонаты, но числятся за людьми. Вот они, вот, то есть мы идем на все, на все такие вот уступки, лишь бы наш музей… Показать, рассказать. Да, пополнялся. И потом переходим, для чего это нужно. Это не просто хранилище какой-то, музей, да, чтобы там хранилось что-то, сохранилось. Это тоже важно. Это нужно показывать. Мы также показываем это и в социальных сетях, а самое главное, к нам приезжают уже туристы, паломники, учащиеся школы, экскурсии. Экскурсии у нас проходят совершенно бесплатные. Проводит их отец Александр Гурин, иерей Никольского собора. Он занимается историей, основная его профессия – это служение Богу, но он очень много, больше, кто бы то ни было, уделяет внимание, вот даже уже в нашем направлении. А музей при Никольском соборе находится? Да, музей находится при Никольском соборе в нижних помещениях. Не вот в самом храме, а там нижнее помещение. А как вот эта идея у вас появилась? Ну, идея появилась у отца Сергия Кузнецова, ключаря Никольского собора. Ну, одновременно, может быть, с нами, но озвучил он ее, и мы это все подхватили. Царьград закупил мебель, и сейчас мы продолжаем пополнять оборудование музей. Да, там средств не хватает на что-то. Кто вам помогает? В музее кто работает? Уже сейчас личные средства. Работаю я, члены общества Царьград, духовенство собора тоже самое. И мы вот как-то, у нас синтез такой происходит. Ну, я понимаю, что основная цель ваша – это сохранение народных традиций, культуры, возвращение к истокам. Как подключаете к этому подрастающее поколение? Это же очень важный момент. Ну, вот смотрите, я бы еще такой межнациональный момент хотел подчеркнуть, потому что, вот смотришь на наши предметы, история казачества, да? Ну, вот мы от народов, мы являемся, во-первых, кавказским народом, казаки – это кавказский народ. И мы, у нас и одежда похожа, как у всего Кавказа. И больше вам скажу, что черкеска называется, вот одежда верхняя, да? Ну, она там у кого-то длиннее, у кого-то короче, свои там нашивки, погоны, это все. Ну, в общем, весь Кавказ, свой исторический Кавказ, вот тот, он одет вот в эту нашу правильную одежду. И понятие черкеска ввели казаки на Кавказе, она называлась у каждого народа по-своему. А когда появились казаки на Кавказе, вот симбиоз такой пошел, то и прижилось. Вот вы знаете, да, в современном мире что-то мы называем, что-то приживается, а что-то нет. Вот понятие черкеска именно, то есть носили же не только черкесы черкеску, а вот, ну, мы как-то вот… Так что, и самое главное, это то, что это все может быть утеряно сейчас. Музей наполняется не только дорогими иконами, книгами, там, редкими и дорогими вещами, но и бытовыми вещами, которые буквально 30 лет назад еще в станицах и хуторах пользовались. Да, вот я в детстве все это застал в быту, у бабушек, у дедушек в станице исправной. То есть сейчас, и, между прочим, опять же, этот быт… Ну, наши дети этого не знают уже. Да, этот быт такой же вот приблизительно, так же и в аулах республики пользовались такими же бытовыми вещами. Ну, за исключением каких-то уже традиционных нюансов у каждого. То есть вот здесь вот эти все переплетения, мы все рассказываем, мы все показываем. Ну, здорово, конечно. Чем отличаемся, и у нас вот такой угол, подаем информацию под таким углом, что мы не отличаемся от других, мы лучше, а наоборот находим какие-то вещи, что мы… Аналоги. Аналоги, что мы как бы вместе, ну, все, что это… Прекрасно. Ну, что же, я желаю вам успехов в вашей работе, в нужной работе. И благодарю за участие в нашей программе. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. И о спорте. Легкоатлеты из Карачева-Черкесии стали победителями соревнований по легкой атлетике «Рождественские старты». Участие в соревнованиях приняли несколько сотен спортсменов из разных регионов страны. За победу боролись и представители Карачева-Черкесии. По результатам, двое наших спортсменов стали победителями в беге на 60 метров с барьерами. Так, победители состязаний Елена Думина и Арсен Ламков готовятся к следующему старту чемпионата и первенству СКФО, которые пройдут в Ставрополье 14-16 января. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи.